МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитие промышленности в условиях глобальных рисков. Ни для кого не секрет, что мировая экономика развивается в сложных условиях и по-прежнему сохраняются глобальные риски, способные замедлить экономическую активность и вызвать негативные тенденции в мировой торговле. На глобальном уровне тенденции мирового развития диктуют основные мегатренды, оказывающие наибольшее воздействие на развитие экономики и промышленности. Вот основные из них – глобализация, цифровизация, реиндустриализация, зеленая экономика. И по оценкам международных экспертов, данный тренд должен был сохраниться в 2020 году. Как развивалась промышленность в Акмолинской области и можем ли мы открыто говорить о сдерживающих факторах, анализирует Аслан Абуталипов. Акмолинская область – один из регионов с достаточным потенциалом развития промышленности. В текущем году, несмотря на сложившуюся эпизитуацию, был обеспечен рост за счет увеличения объемов производства металлургии, химии, машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Среди предприятий, являющихся локомотивами Акмолинской промышленности, акционерные общества «Танас», «Казахалтен», «Энки» и другие. На сегодняшний день, по итогам 10 месяцев текущего года, предприятиями промышленности нашей области произведено продукцией на сумму более 800 миллиардов тенге. ИФО процент роста составил 106,3%, то есть рост на 6,3%. Доля промышленности в общем объеме экономики нашего региона составляет порядка 25-30%. Данному росту способствовала стабильная работа предприятий нашего региона. Именно обрабатывающая промышленность в этом году также у нас показывает неплохой рост. Доля обрабатывающей именно промышленности у нас в регионе составляет более 80%. Это крупный показатель по республике. Несмотря на текущую ситуацию мировую, несмотря на пандемию, у нас рост наблюдается в нескольких отраслях, во многих, машиностроении, пищевая промышленность, металлургия, производство резиновых, пластмассовых изделий. Руководство профильного ведомства прогнозирует до конца года положительную динамику промышленного производства, в результате чего объемы товарной продукции по области впервые достигнут рекордной отметки – 1 триллион тенге. Если говорить про отдельные сферы, то упор в основном делается на агропромышленный комплекс. Акмолинский регион ежегодно экспортирует более 2 миллионов тонн зерна в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, 41% экспортных поставок приходится на долю обрабатывающей промышленности. Сложившаяся эпидситуация повлияла на работу предприятий, с одной стороны, отрицательно, с другой стороны, адаптировала к новым требованиям времени и мотивировала превзойти прежние показатели. К примеру, в стране очень возрос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких. Если до 2020 года на предприятии «Тенос» производили всего 30-50 изделий в год, то с учетом нынешнего дефицита в аппаратах, производство увеличилось и превысило в 800. Ежедневно здесь производится до 25 аппаратов. Заказы на приборы продолжают поступать как от медицинских учреждений, так и от частных лиц. В 2020 году произведено 803 изделия ИВЛ Кокчитав-4П и 39 аппаратов Кокчитав-3. Также у нас в планах имеется поставка в качестве гуманитарной помощи правительству Кыргызской республики 400 аппаратов Кокчитав-4П. На 2021 год запланировано производство 500 изделий аппаратов ИВЛ Кокчитав-4П и 55 изделий Кокчитав-3. Основными заказчиками на сегодня являются управление здравоохранения и центр медицинской экспертизы. Конечно же, были моменты по уменьшению производственных планов, по недостижению по отдельным предприятиям, сокращение было объемов производства. Но в целом на негативное влияние значительного на промышленное производство региона это не сказалось, так как у нас предприятия работали весь этот период, простой их не было. В целом у нас был рост и в легкой промышленности почти в два раза. Здесь, как можно догадаться, способствовало коррективу в текущей ситуации. То есть у нас налажено было производство масок, пошив у нас, как и в мелких швейных ателье, как и в мелких средних компаниях, так и в промышленных масштабах. У нас на Ационерном обществе ТНС также налажено пошив масок был, поэтому там в сутки производилось у нас 25 тысяч масок. В сутки доходила проектная мощность, поэтому это поспособствовало росту легкой промышленности. Также у нас защитные маски тоже было производство. В целом химическая промышленность показала хорошие результаты. Здесь у нас производство антисептиков, дезинфицирующих средств тоже по области было хорошо налажено. Здесь 715 тысяч литров у нас было произведено. На машиностроение повлияло также производство аппаратов ИВЛ. Искусственная вентиляция легких здесь на нашем заводе в Кухшталу Аутонос. Также Кухшетауское предприятие является единственным в республике производителем электрических инвалидных кресел. На сегодняшний день освоено производство двух моделей – взрослой и детской коляски. Особенностями данных изделий является то, что их вес составляет до 75 килограмм взрослая и 70 килограмм детская, а также складная конструкция и автономность хода до 30 километров без подзарядки. В текущем году Министерством труда и социальной защиты населения РК предоставлено государственное задание на обеспечение медицинских учреждений инвалидными колясками с электроприводом. В рамках договора планируется поставка 1320 единиц взрослых колясок и 59 единиц детских. На сегодняшний день реализовано уже 770 взрослых колясок и 47 детских. В планах на будущее – реализация по освоению и производству стационарных аппаратов ИВЛ. Примеров активной деятельности действительно предостаточно. Подшипниковый завод в городе Степногорске производит около 300 видов подшипников, используемых в машиностроении, железнодорожной отрасли, промышленности. Из них 90% экспортируются на российский рынок, остальные применяются в Казахстане. Имеется спрос в Узбекистане и Украине. Вообще в сфере машиностроения области 4 предприятия занимают ведущие позиции по производству в целом по стране. Это акционерное общество ТНС, 811 авторемонтный завод Казахстана Инжиниринг, предприятие Казармс в Ерминтаусском районе и непосредственно КАМАЗ Инжиниринг. Из Акмолинской области экспортируются детали и подшипники, авиационная техника, мешкотара, продукции агропромышленного комплекса, молочные изделия. В целом это составляет около 40% экспортных товаров. Также в сфере промышленности реализуются новые проекты. В регионе действуют масштабные проекты по пищевой отрасли и переработке сельскохозяйственной продукции. Например, Макинская птицефабрика завершила первую очередь. Есть чем гордиться и в металлургии. Регион является лидером по производству золота. Здесь у нас кроме крупных устоявшихся предприятий есть и новые перспективные RG Gold в Бурабайском районе, Ахсу Технологи в Степногорске. В пищевой отрасли промышленности к концу года к запуску готовится завод по производству растительного масла в Буландынском районе. Это один из крупных проектов в сфере агропромышленного комплекса в регионе. Таким образом, в регионе обеспечен стабильный рост промышленного производства, несмотря на сложившуюся эпид-ситуацию. Сегодня для развития слабых производств привлекаются крупные инвестиции и осуществляется поддержка в рамках государственных программ. Аслан Абуталипов, Азамат Бекмагамбетов, Жамбул Балтая, специально для Ахмула Апта. Продолжаем Ахмула Апта. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о пробации. У службы пробации следующие задачи. Оказание социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете. Учерождение. В учете к освобождению осужденного, отбывающего наказание, в учреждении уголовно-исполнительной системы. По факту и в лицах. Рассказывает Абай Какимбек. 30 декабря 2016 года был принят закон Республики Казахстан о пробации. Закон опирается на многолетний опыт работы органов уголовно-исполнительной системы. В нём также учнён опыт других стран в данной области, рекомендации международных и национальных неправительственных правозащитных организаций. На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе Республики Казахстан предусмотрено 7 видов наказания для осужденных без изоляции от общества. Такая мера уголовной ответственности позволяет смягчить наказание за мелкие правонарушения. Большой опыт в пробации имеют такие страны, как Англия, Турция, Хорватия, Болгария и Азербайджан. В Англии считают, что пробация возникла именно тогда, когда выросло количество преступлений, совершаемых под алкогольным опьянением. Именно тогда они начали использовать общественные работы для того, чтобы нарушитель осознал свою ответственность. В Англии используют широкий спектр пробационных программ в зависимости от тяжести преступлений. Вот еще пара примеров. Следует отметить, что залогом эффективности английской службы пробации является не только индивидуализированная работа с субъектами пробации, но и строгая система контроля над ними. В Норвегии традиционно сотрудники службы пробации являются квалифицированными социальными работниками. Не менее важна экономическая составляющая, поскольку более широкое применение наказаний, не связанных с лишением свободы, повлечет за собой сокращение тюремного населения и, соответственно, уменьшение стоимости их содержания. В ведение департамента уголовной исполнительной системы от Молинской области входит 20 служб пробации, 20 районных служб пробации. На сегодняшний день по учету служб пробации прошли осужденные, которые по решению суда отбывают наказание 176 осужденных. Из них имеются осужденные, которые злостно уклоняются от общественной работы. Это 13 человек. На сегодняшний день по всем 13 осужденным материалы направлены в суд и судом принято решение о замене общественных работ на арест. Данный вид наказания не требует профессиональной квалификации. В основном обязательные работы связаны с благоустройством территории, уборкой скверов и парков, летом озеленение, покраска бордюров, зимой уборка снега. Все же, имея возможность исполнить судебное решение без лишения свободы, многие нарушители закона злостно пренебрегают правилами общественных работ. Таким образом, после неоднократных пропусков установленных часов, они уже отбывают свое наказание в следственных изоляторах. Этот парень лишен прав управлять транспортным средством два года назад. Причиной стало управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После повторного нарушения он был привлечен решением суда к стаче самообщественных работ. Общественные работы я вначале отходил, отрабатывал, где-то около недели. Друзья позвали, посидим. Посидели, ну вот так я один раз пропустил, но общественные работы не вышли. Второй раз не вышли, получается. Из-за этого нарушение потом был в суд, то есть общественные работы не заменили на арест. Напомним, что сотрудники службы пробации на постоянной основе контролируют подучетных по месту жительства. Также по привлеченным к общественным работам ведутся табеля рабочих часов. В среднем отработка составляет более четырех часов в день. Как меры наказания, общественные работы могут назначаться от двухсот до тысячи часов. Службы пробации на постоянной основе в целях профилактической работы по недопущению повторных преступлений данными лицами проводятся профилактические мероприятия. То есть с ними проводятся беседы, разъясняются, какие у них есть обязанности, права, какой вид наказания, как они его отбывают. И также разъясняется ответственность за неисполнение данного вида наказания. Даже несмотря на период карантина, работа также проводится в полном объеме. Объекты для общественных работ определяются местными исполнительными органами. Контроль за отработкой определенных часов ведут начальники участков по установленным объектам. Эти данные под особым контролем сотрудников службы пробации. Таким образом, совместно с начальниками объектов и представителями уголовно-исполнительной службы выявляются повторные нарушения. Конечно же, уже после водверения в следственный изолятор, многие осужденные сожалеют о проступках и пропусках. Более ответственные, ответственные, конечно, потому что проще там отработать 4 часа в день. Для этого ничего сложного нет. Привлеченные к общественным работам нарушители на период отбывания наказания не имеют права трудиться на постоянной работе. Основная категория нарушителей – это лица, которые садятся за руль в нетрезвом виде и под воздействием наркотических средств. Общественные работы позволяют достичь сразу две цели. Во-первых, морально-воспитательные путем привлечения к полезному труду. А во-вторых, смягчить наказание за уголовное правонарушение, не представляющее большой общественной опасности. Проблема пробации типична во всех странах. Это перегруженность сотрудников. В основном нарушители полагают, что они остались на свободе, без контроля и могут вернуться к своим преступлениям. Здесь, конечно же, очень важна профилактическая работа пробационных служб. Зимы у нас затяжные и суровые. Грипп и простуда – это еще малая составляющая последствий резкоконтинентального климата. В первую очередь, холодное время года наносит удар по коммунальному хозяйству и испытывает на прочность даже силовые структуры. Галоредицы и сугробы – это проблема внутри населенных пунктов. А за городом заторы – ограниченная видимость и вынужденная остановка путников во временных пунктах обогрева. Завершается ноябрь. Снежные дни еще впереди. Какой объем работы предстоит сказать, однозначно сложно. Но готовность максимальная. В разных странах действуют разные законодательные нормы касательно уборки снега и наледи в зимний период. Где-то широко применяют химические реагенты, где-то ограничиваются песком, солью, крошкой, каменной. Техника и оборудование, используемые для зимней уборки, тоже используют разную. Сегодня мы расскажем, как готовятся к зиме акмолинцы. Снег и наледь затрудняют движение автотранспорта. И это одна из главных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий. Содержание городских дорог и улиц в зимний период включает в себя уборку проезжей части, остановочных площадок, тротуаров и дворовых территорий от снега. Что касается загородных дорог, то за их содержание отвечает областной филиал компании «Казавтожол». Введение акмолинского филиала «Казавтожол» находится в 2032 километра автоимедельных дорог республиканского значения. В настоящее время содержанием дорог Акмолинской области республиканского значения занимается ТО «Казахавтодор». «Казавтожол» имеет 11 подразделений ДЭО и 40 единиц зимней техники. Нормативная потребность составляет 187. Остальную необходимую технику планируется сейчас в настоящее время заключается в договоре о ЛНД. На сегодняшний день компанией «Казавтожол» подготовлено 17 котельных, 47 производственных баз, 13 обогревательных пунктов и столько же складов для хранения химических реагентов. Отметим вся имеющаяся подготовленная техника в исправном состоянии. Поготовлены гаражи, теплые базы, котельные, необходимые для зимнего периода. Также заготовлены противоголодленным материалом, соли, отсев и уголем. В целом наша компания, конечно же, готова к зимнему периоду. Как и ранее говорил, заготовка материалов и всех производств у нас составляет 100%. Зима 2020-2021 года ожидается по сценарию зимы прошлого года, то есть теплые и богатые на осадки. Зимой прошлого года на территории Казахстана часто осуществлялся западный перенос, который приносил теплые воздушные массы с районов Атлантики. В приземном слое наблюдалась активная циклоническая деятельность и частое прохождение атмосферных фронтов, в связи с чем выпадали обильные осадки. В предстоящую зиму температурный фон по территории области ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса тепла. В предстоящую зиму температурный фон на территории области ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса. В декабре средняя замес температура воздуха ожидается около нормы, норма 12-14 градусов мороза. Количество осадков в декабре предполагается около нормы на большей часть территории. Лишь на севере области ожидается больше нормы, норма у нас 13,33 миллиметра. В январе и феврале осадки ожидаются больше нормы, норма 10,31 миллиметров. Начало весны-март предполагается теплым и малоосадочным. Среднее замесе температуры воздуха ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса. На всей территории области норма 7-9 градусов мороза. Количество осадков в марте предполагается меньше нормы. Норма 11-23 миллиметра. Акмолинские спасатели еще задолго до начала зимнего периода начали подготовку. Департаментом по ЧС подготовлено 99 автомобилей на шасси с повышенной проходимостью. На содержание дорог республиканского областного и местного значения имеется 911 единиц техники. На магистральной железнодорожной сети подготовлено 37 единиц снегоуборочной техники. На сегодняшний день департаментом по ЧС совместно с владельцами автодорог взято на учет 390 снегозаносимых участков. Это с учетом прошлых лет, на которых возможны чрезвычайные ситуации в условиях зимнего периода при неблагоприятных условиях. Местными исполнительными органами вблизи данных участков подготовлено 257 пунктов обогрева и 179 пунктов питания. Стоит отметить, управлением предпринимательства и промышленности заключено 68 меморандумов с частными предпринимателями о поставке продуктов питания в пункты обогрева. Для оказания врачебной помощи в случаях эвакуации пассажиров медицинскими учреждениями подготовлено 500 койко-мест. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в пунктах обогрева и питания Департаментом контроля качества товаров и услуг области принято постановление по данному вопросу, в соответствии с которым местными исполнительными органами сейчас проводится работа по приведению этих пунктов обогрева и питания в соответствии с требованиями данного постановления. Товарищество Кокшета-Залык занимается уборкой улиц города, вывозом мусора. Около 75% территории областного центра ложится на плечи компании. Это и ручная работа, механизированная, а также вывоз твердых бытовых отходов. На балансе ТО Кокшета-Залык у нас 105 единиц техники, в общем 105 единиц техники. Из них есть специализированная техника, это на базе МТЗ, гридера, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики. Далее, сейчас вот зимний период, вывозка снега, это автосамосвалы в количестве 14 единиц, на базе КАМАЗ, на базе ЗИЛ. Ну и по ТБО, это непосредственно вывозка твердых бытовых отходов, мы производим автомашинами мусоровозы. 5 единиц КАМАЗов и 9 единиц ЗИЛ. Также работаем с частным сектором, это грейферные установки на базе МТЗ. Они с площадок грузят весь мусор, и все это вывозится на полигон, в Красноярске полигон. Задействовано у нас порядка где-то 35 человек. В компании есть несколько насущных проблем. Нехватка кадров, а это водители, механизаторы, дорожные рабочие. Еще одна из наболевших тем – дебиторская задолженность. Долг физических лиц составляет порядка 52 миллионов тенге, а юридических – около 12 миллионов. Все это, безусловно, сказывается на материальной базе компании. Горящая зола – тоже одна из главных проблем в частном секторе. У нас большие проблемы, это скрывать не будем. Значит, что население, твердые бытовые отходы, сегодня зимний период. Народ загружает контейнера, это зола идет. Печки топят, зола, они ее выносят, контейнера. Наши машины подъезжают, грузят. Это все горит. Металл ведет, пластмасс плавится. Проводка автомобильная на освещение. Все это вот. Поэтому машины выходят из строя. Много средств уходит в закуп запчастей. Особенно вот с мусоровозами, даже машины приходят на полигон, открывается, шахта открывается, они сваливают, и уже горящий дымит. Зима вроде бы, и мы туда и поливомойки направляем, и тушим, и засыпаем это все. Зима – период серьезного испытания для дорожных служб. Помимо очистки улиц от снега, они должны создать условия, при которых покрытие дорог не будет скользким. Процесс зимней уборки является сложным и трудоемким, поэтому подготовка дорог начинается еще летом. Это и ремонт зимней техники, и заготовка материалов. На сегодняшний день все эти мероприятия выполнены. А у нас в программе вновь эксклюзивное интервью. Сегодня мы говорим о цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Квиток прямо на почту, а КСК в приложении под рукой. Что-то ожидание, а что-то уже привычная реальность. Внимание на экран. Болжан, скажите, можем ли мы сегодня говорить о цифровой трансформации в сфере ЖКХ? Да, безусловно, мы можем сегодня говорить о сфере трансформации ЖКХ, так как на сегодняшний день очень много запущено проектов. Это ЕКОРЛОС, это умное освещение городское, это приборизация многоквартирных жилых домов, технология ЛОРАВАН, которые позволяют различные датчики и передачи приборов учета с помощью этих приборов учета передавать централизованно те или иные данные. Какие проекты сейчас находятся на стадии запуска, и какими, может быть, вы гордитесь? На сегодняшний день в основном все проекты, реализованные в сфере ЖКХ, это проекты на уровне республики. В нашем регионе, в частности, в Акмолинской области, на следующий год мы планируем проект умного освещения города. Это позволит нам получить экономию электроэнергии и расходов на содержание, на освещение. И второй проект — это цифровизация сферы ЖКХ по направлению уборки территорий, снегоуборки, вывоз твердобытовых отходов и другие. Как он будет работать, вот этот проект? Мы собираемся совместно с городом, сейчас есть проект, разрабатываем по аналогии Западно-Казахстанской области, оцифровать весь процесс и технологию по уборке города. Это вывоз мусора, то есть сначала будут оцифрованы все точки, где будут находиться мусорные контейнера, баки. Второе — это будут оцифрованы и определены улицы, которые должны убираться механизированно, ручная уборка, механизированная уборка. Будут определены маршруты и оцифрованы маршруты исследования, спецтехники, которые будут убирать, поливать, красить. Это позволит контролировать, наверное? Да, позволит контролировать и четко определять объем работы, которую выполнили подрядные организации. И четко понимать, какой статус тех или иных работ. Почему? Потому что это позволяет нам планировать рабочее время сотрудников подрядных организаций и позволит более четко понимать, где мы, скажем так, пропустили те или иные работы. Или покраску городских каких-то инфраструктурных вещей, или уборку мусора. Вот смотрите, понятие «цифровой город», насколько оно реально? И готово ли наше казахстанское, акмолинское общество, готово ли к этому именно в части ЖКХ? Понятие «цифровой город» уже существует давно. В мире есть опытная практика, хорошая практика и хороший пример. Это пример Сингапура, Москвы, ближе к нам, которые более схожи с нашими реальностями. Город Ахкуль тоже можно привести к примеру, потому что там первый вообще в Казахстане был реализован такой проект. И это тоже уже наша реальность, которая на сегодняшний день уже есть. То есть те или иные бизнес-процессы, те или иные какие-то элементы умного города уже на сегодняшний день существуют в городе Кухшитал и в нашем регионе. В частности, в городе Кухшитал это диспетчеризация, онлайн-оплата городского транспорта Кухши Бастулин. Это тоже элементы смарт-сити. Как она, скажем так, реально ли это? Да, только для полноценной реализации всего проекта смарт-сити нужно дополнительное время и очень большие финансы, чтобы все охватить. Я думаю, что через определенное время можно по истечению 3-5 лет можно будет понимать, можно будет оценить и понять, насколько смарт-сити реализована и какой у нас там уровень реализации. А вот этот вот умный учет, это рентабельно? И именно вот для жителей самих, для обычных людей это рентабельно? Для обычных людей это рентабельно. Умный учет позволяет платить только по факту. Сейчас, к сожалению, есть такие, скажем, проблемы, когда мы очень много теряем на транспорте. Это тепло, это электроэнергия, потом очень много изношенности сетей, это линии электропередач, тепловых сетей. И все те потери, которые происходят при транспорте, на сегодняшний день это все как бы ложится на плечи наших жителей. В Акмолинской области достаточно ли специализированных профессионалов, таких вот кадров, которые могут воплотить все эти проекты, о которых Вы выше говорили, в реальность? Это, наверное, нехватка кадров, это основная проблема на сегодняшний день всего, наверное, Казахстана. Почему? Потому что сейчас, по данным Министерства цифрового развития, в секторе цифровизации вообще по всему Казахстану, в госучреждениях, которые занимаются стратегией цифровизации, в целом работают свыше 180 человек. Это те управления, которые занимаются стратегией цифровизацией. Это в рамках, в разрезе управления цифровизацией, непосредственно как госорганы. Также, по данным МЦРИАПа, на сегодняшний день не хватает IT-специалистов, которые могли бы это все реализовывать. Около трех тысяч человек, как бы, есть потребность по разным направлениям. И МЦРИАП на сегодняшний день проводит очень большую работу именно по качеству и по обучению кадров специалистов, которые будут в дальнейшем заниматься именно IT-сектором, IT-направлением и цифровизацией в целом в Казахстане. Баужан, спасибо вам большое за интервью, я желаю вам удачи. И пусть действительно в Акмолинской области, в Казахстане, будет команда этих инновационных умов, которая создаст цифровые проекты, удобные, нужные, рентабельные для наших граждан. Хорошо, спасибо. 22 ноября во всем мире отмечается День сыновей. Он пока еще не так популярен, как День матери. Но все же в этот день принято поздравлять сыновей, служащих в армии или отмечать в кругу семьи. Если примерять на ментальность местного населения, то в Казахстане немало многодетных семей, где воспитывают только мальчиков. Очень много споров, с кем из родителей. У мальчика сильнее связь. Если мать, то речь идет о духовности, ментальности, восприятии. Отец – воспитание. Не утрачены ли в современном обществе? Понятия об этих незримых нитях в нашем следующем материале. Многие знают о существовании такого праздника, как День матери, который ежегодно отмечается в разных странах мира. И он достаточно популярен и растиражирован в социальных сетях. День отца, который широко отмечается более чем в 80 странах мира, также набирает популярность в Казахстане. А что знает Кокши Тауца об этой дате? Существует множество версий того, откуда берет свои корни данный праздник. В Японии, например, перед Второй мировой войной в начале мая праздновали День сыновей. Там с 1948 года он официально провозглашен Днем защиты детей. И хотя День сыновей, который отмечается 22 ноября, не получил официального статуса, дата уже проникла в культуру многих стран. Семейные праздники призваны формировать детей как личность, сближать родственников, а главное – укреплять связи между поколениями. Одна из таких семей – династия Метаевых. Азамат Метаев проработал в полиции 25 лет. Единственная причина, по которой он выбрал эту профессию – желание пойти по стопам отца. Мой отец Метаев, Сайлабай Метаевич, в 1973 году устроился в органы внутренних дел, это в то советское время. Я проработал до начальника районного отдела полиции, Акжар, Ленинградского района. И как бы на примере его, на примере моего отца, я вот старший мой брат, Алмат Метаев, то есть он поступил в школу милиции в 1991 году. Я отучился 4 года, получил высшее образование, вышел на работу в Ленинский район. Там работал оперуполномоченный. Вот на примере того, что, видев, как отец работает, тоже, ну, я думаю, это как династия, в плане того, что это в других семьях то же самое, где вот примерно отец врач, также и дети идут по его стопам. Азамат Метаев работал участковым инспектором, следователем, заместителем начальника местной полиции. Сейчас у начальника дела в управлении полиции города Кукшетау. Не жалею, что работаю в этой системе уже на протяжении 25 лет. Поэтому, что еще могу сказать? Семья у нас полностью, ну, у нас в семье 5 детей вообще. Старший брат, вот сестра я, а сестренка, она уже пошла в медицину. Братишка младший уже пошел уже по другим стопам. Мой отец, Витаев Саиловай, это он тогда первым заместителем был в Грузаевском районе. Старший брат Алмак, начальник Буландинского района отдела полиции, это я. Вот это все вот эти вот фальбомы, фотографии, все вот наша мама хранит, воспоминания. Мои дети пошли по столам отца, а когда их отец умер, его другу приснился сон, в котором он сказал, я жив. Наверное, его душа чувствует, что его дети продолжают его путь. Сегодня Азамат Метаев воспитывает двоих сыновей и дочь. Работа в полиции очень напряженная, сложная и вполне логично, что много времени проводить с семьей не получается. На работе я являюсь требовательным, то есть дисциплина. Ну и дома детей требует порядок, в первую очередь, чтобы была дисциплина у детей. То есть, если ты пообещал что-то, ты должен сделать. И даже такие небольшие праздники, как сегодня, это повод провести время с родными. Особенно это актуально для семей, где воспитывают только сыновей. Моего сына много работы, нет времени на общение с родственниками, но сегодня мы собрались вместе и очень рады этой встрече. Всем матерям, которые растят сыновей, я хочу пожелать одного – пусть ваши дети оправдают надежды и всегда будут опорой вам, оказывая свою заботу. И несколько слов о заботе. По данным ООН, в 2019 году только 6,6% отцов в Казахстане уделяют внимание воспитанию детей. Роль отца в воспитании мальчика очень важна. Говорят, что сыновья учатся у своих отцов и отражают их поведение. В первую очередь, каждый мужчина не должен забыть, что он пример. Мы никогда не сможем воспитать ребенка только словами. Отношения в быту, взаимоотношения с женой, ответственность за свою работу, линия поведения с родственниками, родителями – все это воспитание. Разумеется, благополучие семьи и упорядоченное воспитание детей зависят от мудрости и трудолюбия главы семьи. И это является основой семьи. Поэтому День сновей нужно широко пропагандировать, как и другие семейные праздники, считает психолог. Айгирим Сулейменова, Гульмайдан, Хатай, Дархан Мужубаев, Акмала Апта. С древних времен предки казахов умеют запасаться продовольствием на зиму. А уж если речь зайдет о мясе, то каких только ухищрений для его сохранения не знает народ. Мясо соленое, копченое, вяленое. Но для начала выбор животного на откорм. Затем полноценный уход, чтобы соленый получился сбалансированным. Ближе к концу осени, как правило, выбор уже сделан. У сельчан в сарае уже отведено место, где будет содержаться лошадь. Горожане все чаще покупают конину на рынке. Но говорят, что так обходится дороже. Как выгоднее запасаться впрок. И о том, что без солена никуда. В следующем материале. Создать запас мяса согом – это не только обеспечение семьи и продовольствием. За этим кроются традиции и четкий порядок. Следует напомнить, что еще древние предки уделяли большое внимание тому, как заготовить согом. Осенью забивает крупный рогатый скот. Это куздека. Уже зимой лошадей. Это и есть согом. Начинается все с ухода за животными. Рацион должен быть правильным и полезным. Много воды и засушенная разнотравья. За городом Кухшетау действует малбазаре. Уже сейчас здесь на откорме стоят 10 животных. Возраст и физическое состояние у них разные. Соответственно и цена. Если уж говорить о стоимости, то уже сейчас можно сделать вывод. В прошлом году согом можно было купить на 15% дешевле. То есть наблюдается подорожание. Тому есть причины. В этом году корма очень дорогие. К примеру, мы закупили три КамАЗа. Вот посудите, тонна обходится в 60 тысяч тенге. Сена тоже мы заготовили впрок. Оно тоже обошлось недешево. Отсюда и цены на откормленное животное под согом. В этом году особенный спрос на годовалых лошадей. Годовалых мы оцениваем в 250-300 тысяч тенге. Чуть постарше и крупнее – скот 400-500 тысяч. Люди приезжают, выбирают, как говорится, исходя из размера своего кошелька. Спектры услуг у нас тоже разные. Наши работники могут разбить, разделить мясо и даже прокоптить. По желанию клиента, сразу на месте сделаем колбасы. Всеми любимый шужек. И ещё несколько слов об уходе за скотом, мясо которого прокормят семью практически до следующей зимы. Работники этого рынка уделяют большое внимание каждой лошади. Кормим животных три раза в день. Даём воду, сено в нужной пропорции. Ночью тоже следим за их состоянием. Этот рынок привлекает покупателей ещё тем, что именно здесь можно отведать свежий кумыс. На этот целебный напиток спрос всегда высокий. Кумыс у нас есть и зимой, и летом. Доим кобыл круглый год. В нынешней эпидситуации мы предлагали своим клиентам и кумыс, и саумал. Вот, к примеру, летом наши объёмы выдались такими. Свыше 100 литров саумал. Бывало и такое, что не хватало. Зимой кобыл доим каждые два часа. Сейчас у нас их 15. Согом традиционно начинают забивать в ноябре и декабре. Этот период наиболее подходящий. Так издревле считал народ. Некоторые, готовясь к летним семейным торжествам, уже зимой ставили животное на откорм. Национальность дели согома не имеет значения. Конину в Казахстане любят практически все. Кто-то ест, кто-то занимается разведением лошадей. Мы загоняем, подкармливаем его. Сейчас будем отбивать на этой неделе согом. Голов 10-15 будем отбивать, ставить согом. Я не думаю, что дороже намного будет, чем в прошлом году. Но, в принципе, будем отбивать, ставить на согом. Люди сами определяют цену. Никто заряжать лишние деньги не будет. Но, как обычно, каждый год, как ставим, 10-15 голов поставим на согу. Стоит отметить, что в этот период учащается случай кражи скота. Юрий Теодорович делится, что в прошлом году сам стал жертвой барым-тачей. У него угнали сразу 15 голов лошадей. К слову, в прошлом году было зафиксировано свыше 30 фактов. В этом 12. Показатель снижен за счет результативности оперативно-профилактической работы. И все же в городское управление полиции уже поступило 7 заявлений по краже скота. На особом контроле и объемы завозимого на рынок мяса и скота соответственно. Если говорить о мясе, как о товаре, то горожане считают, что на центральном рынке цены на конину вполне лояльны. Мы торгуем кониной уже более 8 лет. Стараемся держать цену 1800 тенге за килограмм. Не повышаем. Раньше еще дешевле было. Народ раскупает хорошо. Сейчас, когда мясо покупают, сразу стараются купить все части, необходимые для встречи почетных гостей. Вы и сами знаете. Каза, карта, омартка. Животных завозим из близлежащих сел. Мясо обязательно сертифицируем. Некоторые думают, что животных откармливают на каких-то препаратах. Хочу заверить, сельские труженики на такое не пойдут. Вот посмотрите, какой у нас сегодня каза. Мясо достаточно на рынке. И процесс заготовки не останавливается. Казы бізде 4 елден шыгат бармақтан жоғарат. Тек кана семертырген малдадығаны сояңызбіз. Мау тұлан қаза? Мау тұлан бізде тай. Муна тай. Жас тай. Бұны қазы ажысынан? Бұны қазы бармақтан жоғарғат. Неме есепте исті бармақтан есепте исті? Бармақтан есепте исті. Бұны жерде мне, басқаша. Бұны жерде мне. Дызай бізді қазы. Дыздай бізді. Бұны жерде тоже. Жерде болдаш. Дыздай сүй Продавцы с рынка, где продают живность, озвучили наболевшую проблему. В городе нет специальной площадки для забоя скота. В наличии всего один единственный цех. Да, на том участке очень большая очередь. Иногда в летний период там забивают до 400 голов овец. Мы обращались в Акимат, просили земельный участок. Действительно, нам бы буквально 20 квадратных метров, и мы поставили бы цех для забоя. Очень нужно и важно, ведь к нам весь город ездит. Представители ответственных органов отмечают, что данная проблема будет решена в ближайшее время. Итак, вернёмся к теме СОГМА. Без конины нет зимовки. Впрочем, так было и будет всегда. Аслан Абуталипов, Мадина Смогулова, Абзал Балтабея, Василий Вережников, Алмаз Адвакаса, специально для Ахмула Апта. Такова информационная картина минувших 7 дней. Мы прощаемся с вами ровно на неделю, чтобы вновь в эфире говорить о важном достоверно. Аман Сауболмсдер. Аман Сауболмсдер.